С каждым годом число участников увеличивается, также к нам присоединились не только новые регионы, но и наши иностранные партнеры. Сегодня Республика Татарстан на лизе ведущих промышленных регионов Российской Федерации за 10 месяцев. Объем промышленного производства составил более 1,5 миллиона рублей, 28 миллионов тонн нефти, произведено 24,5 тысяч грузовых, 18,5 тысяч электровых автомобилей, более 11 тысяч шин, 537 тысяч синтетического каушика, 17 миллиардов километров электроэнергии, 41 миллион калорий тепловой энергии и многое-многое другое. Особую роль в развитии экономики страны играет машиностроительная комплекс, которая сегодня по многому определяет динамику и качество промышленного роста, влияет на состояние инфраструктуры и укрепление обороноспособности государства. Приоритетами и направлением данной отрасли являются научно-технические развития, выпуск конкурентоспособной наукаемой продукции с учетом требований современного рынка. Машиностроительная комплекс республики включает в себя 150 крупных средних предприятий, на которых работают более 140 тысяч человек. Предприятием отрасли оказывается государственная поддержка по привлечению отечественных зарубежных партнеров для транспорта новых технологий в виде студии для возмещения затрат при оплате процентов по кредитам, полученных на реализации инвестиционных проектов, а также налоговые отходы на прибыль и имущество. Сегодня быть конкурентоспособным на мировом рынке, можно только используя новейшие достижения в области технологий применения самосовременных материалов, создавая и используя оборудование, отвечающее перспективным технологиям и технологическим требованиям. Наиболее перспективные инновационные проекты и наукопоемкие разработки для успешной коммерциализации требуют несколько лет напряженной продукции. Успешная деятельность по уничтожению на мировое зависит от уровня интеграции науки, оборудование и производство в нашем заветном площадке, где и вузы представлены, представлены и наука, и самое главное – производство. И вот на сегодня очень актуальны мы ремонтом готовки персонала, как рабочей профессии, так и инженеров, специалистов той квалификации, которые сегодня не могут выпускать наши вузы, а то, что необходимо для наших предприятий. Прямые контакты ученых и специалистов всегда дают большой практический эффект и открывают новые возможности сотрудничества. Руководство Республики Татарстан при поддержке правительства Российской Федерации проводить системные работы в основном условиях для развития машиностроительной области и производства отечественной металлообрабатывающей техники, отвечающей международным требованиям и стандартам. Модернизировать нашу машиностроительную область, конечно же, нам необходимо решить две задачи – это оборудованные технологии оснастки и люди, которые будут там работать. И вот WorldSkills, которые мы говорим, это не просто какое-то данное более, это жизненная необходимость, и я уверен, что те соревнования, которые раскрывают много молодых талантов, которые будут приглашены уже на ведущие наши предприятия. И этот пример для молодежисти мы все видим, там показывает только спорт. Почему нам не показывают, как соревновываются наши молодые люди по робототехнике, по стабочнике, сварщике, так? Их невостребованность, она больше, чем какая-то. Поэтому этот вопрос очень актуальный. Уважаемые коллеги, объединение усилий бизнеса, общественная организация отраслей и узловские науки создают республики для внедрения конкурентоспособного производства и эффективных технологий. Я так и благодарен нашим гостям. Я думаю, еще будет много докладов, будет благодарен нашим гостям, которые приехали, несмотря на то, что на политическом невосходе у нас есть нет-то недопонимания. Но в бизнесе у нас все в порядке друг друга, с полу с того, что понимаем. И работа на уровне бизнеса, она будет продвигать наших политик на более-менее правильные крещения, чтобы не было эмоций, не было злости.